Всем привет, друзья! С вами я, Жека Кул, и сегодня, наконец-то, мы делаем обзор на сноудеку от Santa Cruz. Вот такая дечка, посмотрите, пожалуйста, именной логотип Santa Cruz. В общем, смотрите, такой дизайн, резиновый наш дак, ну, наверное, резиновый, я на самом деле не понимаю, с чего он сделан. И, с другой стороны, есть вот такие вот канавки, ребра, чтобы доска у вас, когда вы съезжаете, не уезжала вправо и влево, чтобы вы ехали ровно. И, конечно же, максимально жесткий конкейв, посмотрите, он прям реально очень сильно загнут. В этом есть свои, кстати, минусы, скоро я вам о них расскажу. Итак, сегодня мы попробуем поделать трюки, а именно флипы, шуеты какие-нибудь, попробуем съехать откуда-нибудь на этой сноудеке, попробуем даже, наверное, скорее всего, поскользить по перилке, либо почему-нибудь еще. В общем, сегодня проведем некоторые тесты, и вы узнаете, стоит ли покупать такую сноудеку себе на зиму, чтобы кататься на ней, или же не стоит. Вот, ну, а сегодня, кстати, на улице очень холодно, я, кстати, не знаю, почему сегодня так холодно. Вадик, ты знаешь, почему сегодня так холодно? Нет, я не знаю, сегодня минус 20. Жесть, сегодня минус 20. Итак, начнем мы, давайте, все-таки, с того, что мы сначала откуда-нибудь съедем. Погнали! Так, ну что, чуваки, съедем сначала отсюда. Так, переделаем. Это уже лучше. Но, кстати, хочу вам сразу сказать, что ноги скользят по этой шкурке. У меня ванцы зимние, и они скользят. Вот так, кстати, гораздо лучше было. Ноги скользят по этой шкурке, поэтому сразу уже этой шкуре я ставлю минус. Мне не нравится, что так скользко. Ну, нормально, нормально. Лайк. Лайк этому съезду. Теперь давайте с разгоночки попробуем. Снизу она, кажется, не такой большой. О, прикольно, прикольно. Что по поводу отталкиваний? Смотрите, если вы захотите разогнаться и сделать какой-то трюк, то вот так вот у вас не получится разогнаться. Ну, либо же нужен утоптанный снег. Поэтому, чтобы сделать какой-то трюк, нужно разгоняться с руки. Вот так. И сразу говорю то, что вот такой вот снег, как тут, он не очень подходит для катания. Найдите утоптанный снег и там попробуйте что-нибудь сделать. Так, утоптанного снега у нас нету, поэтому сейчас его утоптаем. Итак, мы съехали только что с разгонки. Давайте теперь сделаем все-таки какой-нибудь трюк. Давайте сначала на месте. На месте сделаем трюк. Так, давайте сначала с пупшуить мы начнем. Вот так нормально. Теперь давайте попробуем 360-х раз уже пупшуить. О, нормально. Нормально, нормально. Так, теперь давайте гикфлип на месте. О, прима нет! Это же не скейтборд, почему прима? Ес! Пустоял. Давайте попробуем теперь сделать что-нибудь вот с этой штуки. Дропнуть. Дропнем, давайте дропнем. Так, нормально. Теперь может шуетец. Очень холодно. И одновременно жарко. Жарко вот тут вот. Горячо. Я согреваю этот мир. Своим... 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 Своим скейтбордингом, конечно же, ребят. Доделаем этот трюк. Я в раю. Я в раю. О, это было близко. Нормально же. Нормально? Да. Это был Лайтшуит. Это был рандом. Но никому не говорите. Лайтшуит. Вот это да. Ну что, друзья, у меня замерзли усы. Мы с вами заканчиваем это видео. И что я хочу сказать. Мой вердикт. В общем, шкурка, она максимально скользкая. Кидосы по ней скользят. И из-за того, что конкеев очень-очень-очень крутой, когда вы ставите ногу на щелчок, она у вас съезжает вниз. И иногда не получается щелкнуть, потому что она соскальзывает просто вниз. Это, конечно же, минус. То есть вам, чтобы щелкнуть, приходится ногу ставить на самый-самый кончик, прям на пластик уже. Вот, поэтому шкурка скользкая. По рыхлому снегу у вас не получится покататься, потому что вы просто... Ну, у вас ходов не хватит. Он очень мягкий. Вам нужен уже укатанный, утоптанный снег, чтобы покататься на такой сноудеке. Вот. Заезжать с нее круто. Она, в принципе, вас держит. Из-под ног не улетает. Но, чтобы съехать откуда-то и сделать какой-нибудь флип, либо же какой-нибудь трюк, действительно нужно постараться. И действительно нужен все-таки утоптанный снег. И плюс, конечно, другую шкурку сюда, которая не скользит. Вот. Поэтому кататься на ней можно, но, во-первых, утоптанному снегу, и, во-вторых, в каких-нибудь кидосах, которые не будут у вас скользить хотя бы по этой шкурке. Поэтому доске я ставлю этой все-таки троечку из пяти. Из пяти баллов. Потому что шкурка скользкая и конкеев очень крутой, что не дает нормальный щелк. Поэтому, друзья, решать вам, покупать ли вы такую сноудеку или нет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. и ждите следующих новых видео. А с вами был я, Жека Кул, и я с вами прощаюсь до следующего нового видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok